Что происходит с третьей игрой с самым слабым и троим церковником, все, кто были в группе, и самое крупное поражение на данный момент? Не знаю, как это нижний. Опять же, в начале не очень хорошо начали, был такой маленький отрыв, потом не попали, побежали отыгрываться. Уже они поймали кураж и потом забивали и в транзишене, и сверху. В чем тут дело? Недооценка какая-то имела место или просто эмоционально настроишь веды? Нет, какая недооценка, мы и так скрепет зубами играем, мы просто не имеем права и мы, как говорить о недооценке, опять же, не попали в свои броски. И потом полезно как-то отыгрываться, начали быстро играть и контролировали уже тогда игру, спокойно довели дело до разгрома. Опять же, хотел бы еще раз извиниться перед болельщиками, которые приехали, которые смотрели. Ну, согласен, что нелогично все-таки, что, получается, проиграли сильным Италии и Греции, получается, по-малому. Сейчас все умеют играть в баскетбол. Уже это 10 лет назад, если бы вы сказали, кто в Швеции, все бы засмеялись. У них два игрока, которые играют в NBA, у них очень перспективный, молодой, разыгрывающий, которые также большие, которые все умеют играть в баскетбол. Уже нет такого, что слабый, не слабый. Я говорю, что два человека играют в NBA, они забили российские 50 очков. Уже не осталось на планете команды, которая бы не умела играть в баскетбол, может быть, в Африке где-нибудь. Как ни посмотришь, там, один, два, три человека играют в NBA. Ни один игрок не говорит о ротации и все вопросы посылает тренеру. Почему, на твой взгляд? Все понимают, что вы, может, не хотите говорить, но почему и так? Ну, а что мы можем объяснить? Я не могу объяснить. Мы игроки, мы пытаемся исполнить, пытаемся выполнить установку, что он хочет. Как мы выполняем, может быть, другой вопрос. Мы все стараются, все бьются. И просто такие тяжелые. Скажу, пожалуйста, вы с игроками, может быть, обсуждали, что не хватит той или иной практики, о которой все говорят, мы привыкли об этом говорить. Сказывается на чемпионате Европы на тебе лично как-то недостаток этот? Я думаю, что не то, что недостаток, а просто, опять же, новая команда, новая. У нас все игроки, которые играют в клубах, такие же роли играют здесь. То есть все лидеры и так далее и тому подобное. Кто играет меньше, тот играет меньше. Я такую же роль играю здесь. Я не стремлюсь забивать по 40 очков. Я играю в защите какие-то свободные броски. Конечно, наверное, будет тяжело, когда ты играешь меньше в сезоне. Потом ты должен показывать какой-то результат. Ну, что есть, то есть. Ушли игроки, которые делали результат. Вики Роленко, Виктор Хрябов, он не приехал, Каун. Саша Нурел, Тима Макл. Что есть, то есть. Тяжелаться и находить какие-то оправдания в последней очереди. Мы сами выходим на площадку. Мы такие, какие мы есть. И мы должны делать и выигрывать. Мы пытаемся играть намного сложнее. И чтобы нам не было стыдно, Киев мы провели особенностью. Помимо стыда, не обидно, что в связи с отказами, получается, что не то, чтобы вас подставили, но привезли на чемпионат Европы и хотите играть? Да нет, почему? Все хотят играть, опять же. Может быть, мы не настолько сыгрались. Может быть, мы немножко не можем игробыграть. Какой-то быстрый баскетбол, с которым тренер говорит. Тут можно, знаете как, можно найти тысячи оправданий и миллионы. Говоришь, что это то, это то. Когда ты одеваешь майку, у нас, если Россия должна играть, падать, убиваться. Я считаю, что такие команды, как даже Италию, даже с грехом была Италия, на Швецию мы могли ее потратить. И должны быть даже в таком составе, в котором сейчас есть. Опять же, хочется только изменить. Потому что... Потому что... Потому что...